Существует такая парадоксальная мысль, что история учит только одному, что ничему ее не учит. Вот сегодняшний урок, посвященный падению самодержавия, я хотел построить так, чтобы ученики извлекли уроки из этого исторического прошлого, может быть, для понимания дня сегодняшнего. История должна учить жить в мире, искать формы согласия друг с другом. Революция, о которой мы говорили на уроке, это способ не поиска согласия, а поиска конфронтации. Мы не просто говорили о предпосылках, ходе и итогах революции, а старались проанализировать исторические документы, сопоставить прошлое с современностью, создать образы исторических личностей, в первую очередь образ последнего русского царя. Роль личности в истории велика, и показать драму личности на фоне драмы истории. Эта задача реализовывалась сегодня на уроке. На первый взгляд, это урок комбинированный, традиционный, классический, но его новизна заключается в том, что учащиеся являются, ну, скажем так, равными субъектами учебного процесса. Учитель не носитель истины, не носитель абсолютных знаний, он только лишь организатор совместной работы. И даже, например, тот видеофрагмент, который заканчивал урок, посвященный отречению Николая II от престола, это тоже продукт совместной деятельности учителя и учеников. В предварительной работе поиск информации, поиск видеоряда и создание такого небольшого фрагмента, который в современных условиях могут создавать и учителя, и ученики, для имеющих определенную, ну, скажем так, техническую и научно-методическую базу. И за счет этого подобные уроки в сознании ребят запоминаются лучше, и потому что создают живое историческое представление о ушедшем времени.